Развитая наука Государственная стратегия «Казахстан-2050» определила главный путь развития казахстанской науки от научного исследования до освоения его результатов реальным сектором экономики. От ученых Казахстана страна ждет новых разработок, идей, технологий, открытий, чтобы встать в один ряд с развитыми странами мира. Создание наукоемкой экономики – это прежде всего научные проекты, перспективные для внедрения в производство и привлечения инвестиций. На современном этапе активно проходит процесс коммерциализации таких проектов. Еще в 2008 году по инициативе президента страны был создан национально-научно-технологический холдинг «Парасад». Наиболее перспективные научные разработки получили значимую финансовую поддержку. Прежде всего, это создание новых технологий для зеленой экономики – экологически безопасных, энергосберегающих, эффективных. Для Казахстана, значит, я думаю, сейчас, конечно, наиболее важно – это энергетика. И здесь, значит, лейтмотивом выставки «Экспо-2017» выбрана как раз «Энергия будущего». Именно потому, что вот это вот важно не только для Казахстана, а для всего мира. Научная идея, лабораторные исследования, пилотный мини-комплекс, высокотехнологичное предприятие. По такой схеме внедряются научные разработки холдингом «Парасад». Один из таких успешных проектов – производство высокочистого кремния, который является основным материалом для современной электроники и солнечной энергетики. Технологию получения кремния высокого качества разработал физико-технический институт, который входит в состав холдинга. Природный кремний обрабатывали методом водородной пассивации, то есть внедряя водород. Новый материал так и назвали – солнечный кремний. Его используют в полупроводниковых батареях. За солнечным кремнием – будущее, считает директор института Серикбол Токмолдин. «Сейчас мы совместно с частной компанией реализуем проект в городе Караганда, в индустриальном парке. Там создание демонстрационного пилотного производства. Ну, объем не такой большой, где-то 2000 тонн кремния в год». Фотоэнергетика – новый вид преобразования энергии, хотя известен давно как фотоэлектрический метод. В его основе – воздействие кванта света на атомы вещества. При этом идет разделение заряда, что в конечном счете приводит к возникновению электричества. Это явление квантовой механики. Еще одна научная инновация физико-технического института – создание топливных элементов. Этот проект разрабатывается казахстанскими учеными совместно с Американским университетом Хьюстона. Принцип работы топливных элементов прост. В специальном устройстве, называемом топливным элементом, при взаимодействии кислорода и водорода происходит реакция. При этом химическая энергия напрямую преобразуется в электрическую. КПД вот этих двух методов превышает 50%. Электрохимический уже сейчас 60%. На некоторых видах солнечных элементов достигнуты 44-45%. По теории это где-то тоже достигается 60%. То есть эти методы почти в два раза эффективнее, чем тепловодие. Всего год назад в свободной экономической зоне на территории индустриального парка под Астаной был открыт завод по производству светодиодов. Здесь воплощается в жизнь научная идея по созданию энергосберегающих технологий. Проект создан национальным научно-технологическим холдингом «Парасад» при участии американских партнеров. Линию по созданию фокусированного светодиода можно назвать цехом нанотехнологий. Здесь кристаллы кремния разрезаются на нанослои. Очищаются. Следующие шаги в технологической цепи – посадка в корпус и заливка люминофором. Различные люминофорные смеси дают разный спектр освещения. От теплого желтого до холодного белого. Производительность линии – 1 миллион светодиодов в месяц. Готовые светодиоды поступают на линию монтажа. Ее производительность – 40 тысяч компонентов в час. Затем следующий этап – сборка светодиодной техники. Здесь выпускается до 6 тысяч осветительных приборов в месяц. В отличие от люминесцентных ламп, казахстанская продукция не содержит ртути, фосфора, ультрафиолетового излучения. По словам руководителя компании по производству светодиодов Амангельды Таукенова, такого производства в Казахстане еще не было. В чем уникальность этого производства? Вот в том, что здесь есть высокотехнологическое производство, где один человек или два человека могут управлять большим производственным процессом, который полностью автоматизирован. Во-вторых, здесь есть научная основа. Здесь мы можем экспериментировать и производить какие-то новые компоненты и запчасти. Светодиоды отечественного производства экономят энергию, не содержат ртути, фосфора, ультрафиолетового излучения, экологически безопасны. Еще один пример успешного перехода от лабораторных исследований к опытно-промышленному производству – Крагандинский фармацевтический комплекс по производству фитохимических препаратов. Здесь уже функционируют два больших цеха. Это цех экстракции субстанции лекарственных препаратов, синтеза, получение субстанции оригинальных лекарственных препаратов и выпуск готовых лекарственных форм. Это уже второй участок – участок сублимационной сушки, ампулирования. Это единственный стерильный участок, который функционирует сейчас в Казахстане по международным стандартам GMP. Фундаментальные разработки казахстанских ученых имеют свыше 50 патентов, в том числе и за рубежом. Например, препарат «Арглобин», созданный на основе эндемика, полы негладкой, запатентован в 11 странах мира и сегодня поставляется в 6 государств за пределами нашей республики. То есть рынок нашего оригинального лекарственного препарата расширяется намного. И мы думаем, что с введением в эксплуатацию третьей очереди карагандинского фармацевтического комплекса расширится, во-первых, ассортимент производимых нами лекарственных препаратов до 72 наименований. И увеличится намного объем выпускаемых продукций. Это 20 миллионов упаковок в год 72 наименований казахстанских лекарственных препаратов. В Институте химических наук имени Абекена Бектурова разработана технология получения нового класса биологически активных веществ, гуминовых композиций из отечественного природного сырья. Технологии их получения уже апробированы в промышленных условиях, изготовлены первые партии. За сушливые районы, особенно в Ангстаусской области, Казладинской области заселенной, они требуют особые препараты, которые заводятся из-за рубежа для быстрого роста растений. Наши препараты, которые имеют товарный знак, это Супергумат, Агнур и другие. Сейчас в данное время используются в Ангстаусской области для озеленения, а также для выращивания кустарников, для пескового задержания. Большинство разработок института находятся на стыке различных отраслей экономики. Например, технология получения никотиновой кислоты, витамина, участвующего во многих окислительных реакциях живых клеток. Она базируется на реакции окислительного аммонализа, открытой ранее в Институте химических наук и получившей мировое признание. Для этого процесса специально разработан эффективный катализатор, который запатентован в 50 странах мира. От научных идей к внедрению в производство – ключевой механизм работы ученых Казахского института микробиологии и вирусологии. Под руководством профессора Аманкильды Саданова организовано производство нового, высокоэффективного биопрепарата «Казбиосил», предназначенного для силосования широкого набора кормовых растений. Биопрепарат «Ризовит-Акс» назван в честь самого академика Аманкильды Курбановича Саданова. Действие препарата основано на способности клубеньковых бактерий фиксировать атмосферный азот. Тем самым бактерии обогащают не только растения, но и почву. После бобовых можно сеять с любой культурой, ограничив применение минеральных удобрений. На Алматинскую область в этом году, на Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую, Североказахстанскую, Ахмолинскую, Казлардинскую, Чемкенскую области на всю бобовую культуру мы сейчас обрабатываем со своим препаратом «Ризовит-Акс». За счет этого мы получаем почвы. 200-300 килограмм в год накапливают. Еще одна серия чудо-препаратов – фитобоцерин. Его уже испытали во многих хозяйствах северного региона. В чем его уникальность? Он повышает всхожесть корма бобовых трав, в частности люцерны и доника. При их производстве имеется очень большая проблема – плохой всхожести семян. Бывает так, что на посеянном поле больше 2-3 остается пустой. Это связано с тем, что на полях сходит только 30-40% посеянных семян. В лабораториях института выделены и отселекционированы микроорганизмы, которые послужили основой для уникальных биопрепаратов – фитобоцерин-Л для люцерны и фитобоцерин-Д для доника. Эти биопрепараты очень актуальны и востребованы, потому что они являются экологически полезными. Сами мицеллертические бактерии были выделены из природных источников. Они являются аборигенами, микроорганизмами, не загрязняют окружающую среду. Кроме того, повышение всхожести происходит до 70-75%, что очень важно при практическом использовании биопрепаратов. Еще одно направление, которое активно разрабатывает профессор Саданов и его ученики – экология почв, очистка почв от тяжелых металлов, нефтезагрязнений и других ксенобиотиков. Особо острая эта проблема стоит в нефтедобывающих регионах – Кзылординской, Атыраусской и Мангостаусской областях, где отходами нефтепродуктов загрязнены свыше 200 тысяч гектаров земли. Первая серия биопрепаратов, первый биопрепарат баклокезет мы составили для почв от Атыраусской области. Естественно, это была большая научная программа, где мы изучали все свойства почвы, какие микроорганизмы там содержатся, что можно сделать, в принципе, так, чтобы не повредить природе. Таким образом, мы выделили именно из этих почв активные нефтекисляющие микроорганизмы, которые создали, собственно, основу этого биопрепарата. Современный рынок предлагает около 500 экологических препаратов зарубежного производства. Но баклокезет выигрывает тем, что он создан на основе местного природного материала. Поэтому результаты полевых испытаний высокие. Снижение содержания нефти в загрязненной почве отмечается до 98%. Приоритетными исследованиями для коллектива Казахского научно-исследовательского института защиты и карантина растений является разработки технологий интегрированной защиты растений против комплекса вредных организмов. На вид, вот эти насекомые, как бы, выглядят невзрачно, может быть, непонятно, но на самом деле это полезные насекомые, это то насекомое, которое уничтожает вредителей сельскохозяйственных культур. Они в разных фазах, личиночная фаза, взрослая фаза, являются хищниками и паразитами вот этих вредных насекомых. Энтомофаги – полезные насекомые. Их активно используют ученые для защиты сельскохозяйственных растений от вредителей. Эта технология так и называется – биометод. Она занимает до 20% сельского хозяйства во многих странах Европы. В Казахстане органическое земледелие только набирает темпы развития. И вот первая ласточка – в Мактара-Аральском районе в 2014 году открыта биофабрика Житысай. Здесь выращивают три вида насекомых – златоглазку, трихограмму и габробраконов, которые способны очистить от паразитов огромные площади хлопчатника. Мы к этому сейчас и идем, для того, чтобы создавать продукцию под названием экологически чистая или органическое земледелие, его называют. Мы это внедряем не только в Южно-Казахстанской области. Сейчас это мы внедряем в Алматинской области. Начинаем внедрять в защищенном грунте уже Карагандинской области, Алматинской области. Сейчас вот в Мангстарской, Казлардинской области уже запросы поступают. Чтобы защитить поля от хлопковой совки, в год проводят до 12 химических обработок. Но пестициды – это яд и химикаты, которые вредны для здоровья человека. Биометод, который активно внедряют ученые Казахского научно-исследовательского института защиты и карантина растений, составит конкуренцию химическим средствам борьбы с вредителями полей. Все вы прекрасно знаете божьих коровок, как цинелиды, эти очень полезные насекомые, которые съедают тлей. И вот тоже мы их собрали в природе. Это наши природные энтомофаки. Мы ее в природе собираем и потом вот так изучаем их биологические особенности. И дальше нарабатываем как бы в массе для массового производства. Вырщенные на биофабрике насекомые способны за сезон очистить от вредителей до 5000 гектаров. Например, одна самка золотоглазки откладывает более 200 яиц за свою жизнь. Биофабрика же может выпускать несколько миллионов особей этого насекомого, что вполне достаточно, чтобы справиться с огромной армией паутинок клещей. Но для большего эффекта нужно открыть такие биофабрики в разных регионах республики, так как с выращиванием других культур те же проблемы. Наша цель создания, восстановления отдела биометода, вообще направление биологической защиты растения в том, заключается, чтобы для населения мы могли обеспечить здоровой пищей без осадков, ядохимикатов. Раз, это чтобы наша окружающая среда не контаминировалась, не заражалась, не загрязнялась этими осадками пиццидов. Специалисты Республиканского научного центра нейрохирургии ежегодно проводят более 2300 операций. Нейрохирургия – очень сложная область медицины, ведь каждый раз нейрохирург вторгается в самый важный и пока малоизученный орган человека – головной мозг. Еще десяток лет назад такие операции были рискованными для жизни пациента. Но сегодня на вооружении нейрохирургов современное медицинское оборудование, инновационные методы мировой медицины и собственные разработки. Создатель этого уникального медицинского учреждения – профессор Серик Акшулаков. Он поставил перед коллективом задачу номер один – освоить и внедрить высокотехнологические методы лечения нейрохирургической патологии. Здесь начали делать уникальные операции, которые ранее в Казахстане не проводились. Сейчас в нашем центре осуществляются, в частности, это малоинвазивные такие методики, как феркутантная, то есть пункционная вертебропластика, пункционная кифропластика. Сейчас такой топ направлений является малоинвазивный подход лечения. Это малотрамватичные и более эффективные методы с применением новых технологий, таких эндоскопических методов, применением навигационной системы. Навигационная система позволяет находить самый короткий и безопасный путь к опухоли, расположенный в глубине мозга. Во время операции врач-хирург следит за ходом своих действий через экран. Применение нейронавигационной системы, это инновационный метод, позволяет, в первую очередь, сократить время операции, сократить размер краниотомии, провести операцию малотравматично и не повреждая функционально значимой зоны головного мозга. Это всё, в конечном счёте, позволяет быстрее ревелить революции больных после операции. Буквально сегодня мы провели две сложнейшие операции маленьким детям до месяца. Первая операция была направлена на лечение такого грозного заболевания, как гидроцефалия. Это скопление большого количества жидкости в головном мозге. Это заболевание врождённое. Если раньше мы 100% таким детям имплантировали инородные тела, так называемые ликварошфунтирующие системы, которые в послеоперационном периоде нередко имели свои грозные осложнения, то сейчас мы применяем именно высокотехнологичный метод, это эндоскопическая тривентрикулостомия, без имплантации именно вот этого инородного тела. В Республиканском научном центре нейрохирургии внедрено 36 новых хирургических технологий. Одно из больших направлений в работе клиники – хирургическое лечение заболеваний позвоночника и спинного мозга. 80% людей страдает от болей в спине, связанных с патологией позвоночника и спинного мозга. Врачи отделения спинальной нейрохирургии научились бороться с этим недугом. Они получили уже 8 патентов за инновационные разработки, позволяющие вернуть пациентам здоровье. Может быть, в Течне первых двух лет мы внедряли основные технологии в нашем центре, а сейчас мы делаем транспорт этих технологий в регионы. Мы открыли в нескольких регионах новые направления по поводу сосудистых заболеваний, реконструктивных операций позвоночника и спинного мозга, по применению эндоскопических методов лечения и сейчас даже применение навигационных систем. Достижения казахстанских нейрохирургов отмечены сертификатом Международной объединенной комиссии «Золотой стандарт». В 2012 году центр стал лауреатом награды «Европейская гран-при за качество в сфере медицины». Через год лауреатом Государственной премии Республики Казахстан в области науки. Глазные болезни – одна из самых распространенных проблем человечества, но современная медицина готова ответить на все вызовы техногенного времени. В Казахском научно-исследовательском институте глазных болезней, которому недавно исполнилось 80 лет, накоплен огромный опыт лечения глазных заболеваний. От привычных щелевых ламп врачи уверенно перешли к бесконтактной тонометрии, компьютерному периметру и ультразвуковым методам исследования. Одна из самых сложных операций, которую успешно проводят в институте – пересадка роговицы. В данный момент в офтальмологии очень быстро стала развиваться именно инновационная технология в виде лазеров. И один из таких лазеров является фемтосекундный лазер. Фемтосекундный лазер – это на сегодняшний день самая последняя технология, которая позволяет делать пересадки роговицы лазером. Преимущество применения новой технологии – высокая точность действий хирурга. Лазер автоматически выкраивает ткани по параметрам, которые задал хирург, чтобы донорский диск точно подходил к глазу пациента. Внедрение фемтосекундного лазера позволяет, во-первых, края и донорской роговицы, и роговицы рецепента выкраивать достаточно точно, происходит их точное совпадение, что позволяет избежать возникновения стигматизма, который и влияет на конечную остроту звенья. Второе преимущество – это делается достаточно быстро за счет компетензированной технологии, не происходит нагревания тканей, и это приводит к меньше болевым ощущениям у пациента. Повреждения ткани роговицы – одна из самых распространенных бытовых травм у глаза. Сейчас в очереди на операцию стоят более 300 казахстанцев. Операции по пересадке роговицы делаются давно. В Алматы еще с советской поры существует лаборатория консервации тканей, которая готовит донорский материал. Но на всех нуждающихся в такой операции его пока не хватает. Фемтосекундные лазеры первыми в Средней Азии применил Казахский институт глазных болезней. На данный момент мы уже сделали порядка, около, по-моему, 20 оперативных вмешательств и достаточно хороших результатов. Но еще раз повторяю, мы можем сделать большее. Самое главное, чтобы был донорский материал, который сейчас вот проблема эта решается. Я думаю, что наш генеральный директор, главный нештатный офтальмолог, она эту проблему взялась. Я думаю, что это было положительное решение, чтобы создать вот эти банки тканей роговицы, чтобы как можно быстрее, как можно качественно решить данную проблему. Возможности современной офтальмологии поистине фантастические. Сегодня пациенту не нужно месяцами ограничивать свой образ жизни. Операции по сохранению зрения – это бесшумные, бесшовные технологии с применением ультразвуковых и лазерных насадок. Уже через час пациент приобретает хорошее зрение. Наука, считают казахстанские офтальмологи, должна носить прикладной характер. Новые технологии научные открытия должны служить людям. Более 24 тысяч ученых трудятся в казахстанской науке. С каждым годом все больше средств выделяется в финансировании науки. Если сейчас этот показатель составил 0,5% ВВП, то к 2020 году он должен достичь 2%. Это уже уровень развитых европейских стран. У казахстанских ученых еще есть проблемы, нерешенные вопросы. Но с каждым годом возрастает роль науки в современном обществе. Повышается ее потенциал. Растет вклад ученых в создание наукоемкой экономики. Продолжение следует... Продолжение следует...